Друзья мои, сегодня на территории Style праздник. Алексей Воробьев вернулся на сцену. Теперь Леша не просто певец, но и продюсер собственного музыкального проекта. Какие еще изменения произошли в жизни артиста, узнаем прямо сейчас на территории Style. Тебя удивило то, что Леша Воробьев стал продюсером собственного музыкального проекта? Мне кажется, очень закономерно, что люди, уже достигшие определенного профессионального ценза, отдают и воспитывают молодых. По-моему, нормально. Я вообще не удивлена ничем, что происходит в жизни Леши Воробьева, потому что он очень активный, очень творческий и очень хороший человек. Я ценю в Леши то, что он стремится к развитию, это дорогого стоит, потому что он в таком возрасте, когда еще амбиции творческие, хочется быть по другую сторону кадра. Но он растет как личность, это очень высокий показатель. Воробьев режиссер теперь. Так он еще и продюсер оказывается. Да, вообще продюсер. Но, на самом деле, вы знаете, я вот сейчас подумал на эту тему, что такое продюсер. Если открыть слова русского языка, продюсер это тире, продавец, человек, который продает что-то на рынке. Поэтому, если Леша известен секрет и какой-то формула лучшей продажи, скажем, этих двух прекрасных птенцов, артистов... Это вы как-то с иронией говорите, нет? Нет, 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 это я просто такой, это национальность. Вот, вот этих двух молодых людей, если ему известно, как это лучше сделать, ему карты в руки. На мой взгляд, Леша очень яркий и харизматичный представитель нашего разношерстного шоу-биза. Он хороший актер. Он интересный музыкант. Он яркий и молодой. Это его самое главное преимущество. Как танцует Алексей, мы знаем, шикарно. Как играет, шикарно, как поет, великолепно. Что касается продюсерской деятельности и того режиссерского таланта, который он проявил в этой работе, мы все увидим, тогда будем говорить. И начали! Дописал. Бросил. Ну вот. Видишь все? Пошел, пошел, Фокей. Смотри, после того, как она нашла твой пенальт, ты начинаешь покупать, что сейчас ее тоже помажем. Типа мы фотографируемся всей семьей. Вот, понимаешь? Мы всей семьей, киношной семьей. Не то, что мы всей семьей. А в смысле, ты фотографируешься со мной и с Катей. Проект Френды. Изначально это были Гоп Френды. Ну вот, просто потому, что это было веселье, и я писал песни, всякие разные для этого проекта. Из них были, типа, Не прожить мне ни дня уже, Бесспорно. И дальше, ты лучшая, что я знаю в жизни, бесспорно. Такая игра слов. В общем, изначально это было всякий юмор. Наверное, все началось с песни «Всегда буду с тобой». Потому что это была первая серьезная песня группы Френды. Стало понятно просто, что эта музыка, она необычайно востребована. В общем, прежде чем мы включим сейчас и все покажем, просто хочу сказать, друзья, спасибо огромное. Для меня, правда, сегодня огромный вечер. Для моих детей группы Френды. Насте Дворянской всего 13 лет, Паше 16. Для них вообще сегодня вечер, когда они впервые увидят столько людей в одном месте. Понимаете, они никогда такого не наблюдали, только по телевизору. Тем более, здесь только звезд, артистов. Друзья, всем спасибо, правда. Спасибо огромное всем, кто пришел. Друзья, вы уже сделали мой вечер, и я теперь постараюсь сделать ваш. Я улыбка беззаботная всем очками, а я путаюсь в мыслях беспорядочно. Подбираю слова к тому, что объяснить нельзя, но улыбается, как номер твой. На занавших окнах я рисую твой портрет, засыпаем без тебя. Я в ночь оставляю свет, карандашами в мильнике, прячу мысли о тебе. Ты еще не знаешь, что Москва слезам не верит, но если ты заплачешь, я буду рядом, поверь мне. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо, начинаю на десятом, а закончу на восьмом. Ты обычная девчонка, я не принц и не герой, но я обещаю только, что всегда буду с тобой. Ребят, мы вас искренне поздравляем с премьерой, наверное, для вас это в вашей жизни грандиозное событие. Да, конечно, мы волнуемся, но я надеюсь, мы сделаем то, что мы делали дома. Как мы репетировали, и на самом деле это очень важный день, по крайней мере, для меня, я думаю, для Паши. Один из самых замечательных дней в жизни, я думаю... Пока, это, наверное, пока. Ну, если мы, конечно, на сцене... Мы желаем этого, чтобы он был пока самым лучшим вашим днем. Вот, и мы хотим, мы надеемся, мы обещаем, мы выложимся на все сто. Какие-то разногласия в съемках клипа были, нет? Нет, единственное, что это было два дня, это было долго, мы устали, но это было в первом... Привыкайте, ребята, привыкайте. Какие разногласия? Мы, конечно, мы... что он там командует, он знает все, как надо все делать. Он очень... При этом у нас как бы разница в возрасте, да? При этом мы очень дружественно друг к другу относимся, особенно он к нам. То есть он не как там большой такой отец, дядя или брат. Мы общаемся на равных, как будто мы друзья. То есть мы играем в игры какие-то, мы бесимся, смеемся очень часто. В общем, с ним очень просто и легко. Ребята вот сейчас работают на сцене. Ты на них посмотрел, чем зацепляют они тебя, а нет? Вот так вот прям навскидку, можешь кто-то о них сказать? Мне нравится их смелость. Они очень краевые, и они заставляют танцпол весь подниматься и зажигают. Это то, чего сейчас не хватает в нашей эстраде. Они какие-то прям мультяшные, клевые, какие-то такие, ну, из мультика. А ты думаешь, какая музыка должна исполняться в новом коллективе, чтобы народу она нравилась? Боюсь, что этого никто не знает. Она должна быть хорошей, она должна быть качественной, она должна быть от души, от сердца. Это должно быть с драйвом. Вот когда человек сам получает удовольствие от того, что он делает, ну это совсем, если это не бездарно, да, то есть если это не какие-то там нанайские песни, то всегда это народ почувствует. И очень приятно слышать живой звук. Отпускаем тебя, слышишь, живой звук? Отпускаем тебя, слышишь, живой звук. Отпускаем тебя, слышишь. Отпускаем тебя, слышишь, живой звук. Леша Воробьев как сольный исполнитель существует или ты уже в проекте «Фрэнды» и, в принципе, сольный ты не поешь? Нет, на самом деле я часть проекта «Фрэнды», не только делаю музыку, не только пишу ее, не только ее продюсирую, но я и пою в ней тоже. Но, конечно, Алексей Воробьев как певец и исполнитель, он, естественно, существует. Я иногда выкладываю какие-то новые песни, которые я пишу, пишу, я расписываю песни, когда новые, выкладываю. Но сейчас больше, конечно, как артист, как музыкант, я больше думаю о своем американском альбоме, потому что сейчас все идет уже на финальной стадии. Осталось только выбрать, какие песни будут в альбоме. И я думаю, в этом году уже артист по имени Алекс Перро будет стартовать в Европе и в Америке. Поэтому сейчас я, конечно, больше думаю об этом, потому что я слишком много сил и труда в это вложил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok